приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и сегодня я расскажу об аромате от jo malone которая купила в полноразмерной версии но перед этим скажу несколько слов об аромате от герлен который называется мон герлен bloom of rose о де туалет то есть это bloom of rose но в туалетной воде этот аромат представлен двух версиях парфюмированная вода и туалетная туалетная вода более старая выпущена в девятнадцатом году парфюмированная в двадцатом увидела обзор у одного блогера на парфюмированную воду очень как-то хвалили расхваливали этот аромат но к сожалению пробника парфюмированной не было решила попробовать туалетку думаю попробую посмотрю понравится не понравится с ароматом мон герлен меня отношения очень такие натянутые есть у меня пробник в классический мон герлен по моему как-то он меня не зацепил где-то у меня есть обзор где и не особо его хвалю на дугой туалетка может тем более bloom of rose розовый аромат может как-то более-менее меня заинтересует и так мон герлен bloom of rose туалетная вода основные аккорды цитрусовый белые цветы розовый свежий лаванда цветочный свежий пряный фужерный ванильный и древесный аромат женский принадлежит группе цветочная согласно полностью и как я уже сказала ранее выпущен в девятнадцатом году и так по нотам это должно быть что-то цитрусово-лаванды с цветами здесь и на роли и жасмины роза база ваниль сандал то есть что-то такое должно быть интересное красивое возможно даже шикарная но для меня аромат мон герлен вообще не мой фаворит для меня здесь присутствует некая такая пластиковая пластмассовая нота я думаю что это все-таки на роли так играет с моим обонянием потому что некоторые ароматы снароли дают мне вот некую пластмассовость который мне не особо нравится поэтому конечно же флакон покупать не буду и аромат мне не зашел но тем не менее соглашусь что аромат интересен он для меня звучит в одном ну не в тандеме а вот как в одной тональности с линтердит вот там тоже некогда вот это пластмассовый что ли есть но линтердит ли мне какой-то красивый аромат вот эта пластмассовость не раздражает а вот здесь как-то она мне не пошла отзывы кстати об этом аромате в основном положительное всем он в основном он нравится но также есть кому слышится вот кому-то зудящая кому-то свербящая нота какая-то резкая нота я думаю для меня это все таки как-то на роли жасмином вот как-то сплелись и дают вот некую такую свербинку но аромат красив то есть вот и если подходить нет нет предвзяту то аромат красив не могу сказать что он сугубо розовый не скажу что прям вычленить могу цитрусы лаванду розу на роли нет все это смешалось таком котле что вычленить некую отдельную ноту тяжело но действительно цитрусово лавандовая такая составляющая здесь присутствует роза присутствует но и на роли жасмина и это все смешалось таким образом что аромат действительно такой красивый необычный звучит современно вот эти современные ароматы многие сейчас выпускают в таком плане и то парфюмированную воду bloom of rose не пробовала но говорят она очень красивая туалетная вода также интересная но и думаем парфюмированная возможно постойче поярче этот аромат действительно летние весенние не на жаркое лето вот как-то с жарким летом меня он наверное придушил бы но аромат очень приятный вы знаете действительно приятный и интересный пробник конечно же сношу с удовольствием да не буду говорить что буду разнашивать может еще он мне и понравится может еще его раскушу этот аромат так сказать схож с монгерлен классическим если вы фаворит монгерлен я думаю этот аромат вам стоит попробовать и парфюмированную воду также наверное действительно днк одном порода чувствуется вот то что это фланкер того аромата флагманского тоже очень хорошо чувствуется но лично мне но аромат действительно такой легкий легче нежели вот классическая водичка но но для меня здесь некая нота раздражительная есть поэтому не мой фаворит не скажу что прям влюбилась не скажу что прям ух и ах и честно скажу что да похожи ароматы подобного плана подобного направления очень многие марки бренды дома выпускают в принципе можно не знаю найти вот что-то схожее похоже то есть не он не такой супер уникален единственное своем роде и так далее и так далее и второй аромат это девчонки и мальчишки у меня good sage and sea salt то есть шалфей и морская соль у меня флакон большой 100 миллилитров поэтому если кому интересно заходите в инфобоксе там все мои данные по распивом этот аромат я распиваю аромат идет вот такой вот коробочки показываю что как есть чтобы кто мне было вопросов ленточка вот это который коробочку перевязывать вот такая вот бумага и внимание вот если я уберу бумагу здесь идет вот такой вот значок на коробочке самой коробочке идет вот не знаю она не клеится вот такая вот как бы ну это как бы должно быть здесь но но в коробке и также шел такой пакетик с шариками которые кладут в обувь чтобы влагу убирать его вы выбросила вот обратите внимание вот так вот выглядит оригинал коробочки должны быть вот эти все атрибуты джо малон шалфей морская соль аромат легенда аромат причем языцах можно и так сказать основные аккорды фужерный морской соленый цитрусовый мускусный травяной мягкий пряный цветочный акватический и свежий пряный аромат унисекс для мужчин и женщин согласно полностью принадлежит группе фужерный выпущен 14 году парфюмер кристин на джель аромат очень интересный когда я его приобрела и стала тестить я поняла почему он такой ну даже не распиаренный он действительно классный почему его так любят причем и мужчины и женщины и девушки и парни звучит действительно чудесно и прекрасно и на девушках и на парнях и на женщинах и на мужчинах единственное но может быть мужчины немножечко вернее множечко за и им он наверное не подойдет хотя для отпуска или для какого-то спорта для занятия спортом и думаю подойдет всем на вот когда читала отзывы что вот море побережье водоросли соленой слышатся но если ароматы оля kelvin klein reveal которые тоже вот с солью или джульетта с пистолетом вай бренд вайпс по моему тоже там какая-то вот эта соль для меня противная и неносибельно то здесь это все очень нежно очень прекрасно соль такая вот действительно мягкая разбавленная вот эти водоросли ну вот даже не соль а вот водоросли они пахнут каким-то таким чем-то зеленым и соленым от чего-то всего намешали здесь я прекраснейшие слышу и цитрусы легкие такие это нежные вот грейпфрут но мякоть грейпфрута в такой легкой форме прекраснейший аромат что касается шалфея то несмотря на то что действительно аромат какого-то морского побережья но это может быть также и аромат какой-то степи вот если летом где-то в июле вы выйдете где-то в поле на лук но где цветут не вот эти цветы медоносы вот яркие таки а вот просто трава шалфей какая-то ромашка то есть это все зеленая горечь но с таким небольшим сладковатым вкорплением то есть это не цветы медонос это не поле с таким медовым запахом а вот такой легкий полевой степной запах возможно даже не . подсушены трубы и вот этим вот таким необычным звучание вроде как морской соленый но тоже время какой-то степной немножечко свежая но не пряный но свежий зеленый для меня в этом вся красота он вроде бы простой незатейливый но вы знаете вот нос постоянно тянется если вы куда-то нанесли этот аромат для лета для жары шикарен где-то для отдыха на море на реке на озере где угодно на океаническом побережье идеален для занятия спортом шикарен то есть аромат на все случаи жизни бывает такое лето надо идти на работу этот вроде душный этот какой-то удушливый вот это маст хэп и для мужчин и для женщин для меня он приятен во всех апостасиях то есть во всех фазах раскрытия и на старте утка более цитрусовый более звонки потом немножечко смягчается где-то проскальзывает это морское побережье с вода и водоросли а где-то вот эта степь такая дует ветерок и вы слышите вот этот аромат этой степи такой немножечко зеленовато сладковатой красивенный красивенный шлейф есть шлейф хороший огромный но просто аромат сам не яркий поэтому и кажется что с шлейф небольшой диффузность хорошая и что касается стойкости читала что стойкость не какущая как у всех джом алоун но вы знаете на коже да он слетает быстро на волосах держится хорошо но на одежде особенно если это натуральная одежда хлопа клен не синтетика то на месте нанесения или если вы распыли были футболки например нанесли на себя облачком и по капельке попали на футболку то от футболки будет исходить такой легкий флер этого аромата и мне этим он нравится что он вроде бы слышится вроде бы не слышится вроде бы есть вроде бы нет классный и вот эта нота шалфея мне кажется придает аромату некую пикантность он не перешел в сугубо цитруса не перешел в эту соль такую некую противную для меня с чего я кстати и боялась я боялась что вот эта соль как в вилле меня будет душить будет мне надоедать и я с этим ароматом не подружусь но пересмотрела кучу отзыва прочитала всю фрагрантику и все сайты где только можно было этот аромат встретить и все отзывы в основном позитивные то есть какого-то негатива я не услышала единственный минус что он для кого-то не стойкий и там не особо яркий и так далее и так далее но это классный аромат действительно такой мягкий окутывающий как вот легкая вуаль вот идете по пляжу и вот каким-то парео окутались при этом он такой прохладный такой звонкий прохладный но вот этот шалфей мне кажется дает некую такую теплоту то есть прохладный но с теплыми нотами вот какая-то такая у меня ассоциация то есть либо вы жара вы охунулись в это прохладное море немножечко прохладное а потом вышли на побережье как где песок уже нагрет где вот водоросли тут водоросли уже высохли а здесь только новые при билла волна и вот это все смешивается ветер дует в это все ароматы смешались и вот это будет joe malone wood sage and sea salt шикарнейший аромат девчонки мальчишки я вообще не жалею что его купила и второе второе что мне понравилось этот аромат можно наслаивать или разбавлять некие ароматы если у вас есть какой-то аромат такой яркий чересчур какой-то цветочный чересчур цитрусовый чересчур зеленый пытает то я беру какого-то аромата буквально полми лепшика и несколько нитей шалфей морская соль и получается но смешивается аромат разбавляется то но то того аромата слышится но она разбавленная и очень все шикарно и красиво класс класс действительно must have действительно любовь с первого вздоха с первого нюха с первого за теста очень мне нравится вот я когда его купила я буквально первый день нет первых два-три дня вот хочется что-то мне не все равно joe malone с утра нанесу похожу-похожу потом он немножечко уселся развелся я уже какой-то другой аромат наношу но классный классный для некоторых кстати вот если как-то там трудно представить вот это море или ту же степь шалфеем то прочитала такой отзыв что это аромат вот какого-то лимончика в соленой воде но вы знаете не соглашусь что в соленой до в соленой но все равно некая сладость здесь присутствует небольшая то есть это не такой лимон и соль все вот шалфей все-таки я уверена дает вот некую такую негу сладиночку некую такую приятную ноту что не дает аромат уйти в сугубую цитрусовость или еще что-то такое для любителей ярких звонких говорить кричащих ароматов он не подойдет он действительно очень такой размытый вот если некоторые ароматы это вот картина маслом то это акварель причем размытая акварель эти краски знаете вот как бы разбавленные вы смотрите на картину вот что-то такие очертания чего-либо узнаются но так прям конкретно сказать может и нельзя что нарисовано вот это об этом аромате действительно аромат дымка робот вуаль и из-за этого он мне очень нравится очень интересный приятный шикарный отличнейший не соглашусь что не стоит своих денег не соглашусь что аромат я чем уникален даже не то что в своем роде или в линейке job alone а действительно вот какой-то уникальный аромат вот своей вот этой эфиберностью но при этом красотой и так девчонки и мальчишки вот такой вот обзор у меня получился на ароматы монгерлен блюмов роуз в туалетной воде и job alone шалфей и морская соль кстати аромата job alone я распиваю если вам он интересен заходите в инфобоксик там все мои данные о распивах ну а сейчас буду закругляться если вам видео понравилось то ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на мой канал но при этом не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новые видео у меня есть еще несколько новых ароматов и пробников и не пробников которых расскажу немножечко позже хочу также выпустить видео есть у меня несколько от ливантиков от диптих если интересно также будет также несколько ароматик у меня появилась и пробников интересных пробников и интересных ароматов также ждите новое видео ну а на сегодня уже всем пока пока и до скорых встреч а